Особое мнение на 101FM В эфире программа Особое мнение. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня расположился главный редактор газеты Бизнес Новости Олег Прохоренко. Его, собственно, особое мнение мы сегодня и выслушаем. Олег, добрый день. Добрый день. По традиции напоминаю о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, вы заранее можете узнать, кто будет в гостях в особом мнении. Если у вас есть вопросы, можете вопрос этот задать с помощью специальной формы. Кроме того, в течение дня, ближе к вечеру, все программы, которые выходят в нашем эфире, они появляются на сайте. Если вас что-то заинтересовало, что-то пропустили, либо вообще не слышали, заходите, смотрите, слушайте, читайте и комментируйте, естественно. Хотел бы я начать с одного из самых заметных, по-моему, событий экономического толка в нашем городе. Возможно, самое оно заметное. На прошлой неделе администрация Кирова заключила инвестсоглашение с компанией БСП Инвест Плюс на реконструкцию центрального рынка. Первонаперво, как сообщила пресс-служба администрации, будет подготовлен проект реконструкции, что займет не менее двух лет. Никаких радикальных изменений за это время на рынке не предвидится, о чем говорится. Пройдут впоследствии общественные слушания, на которые будет вынесен как раз-таки этот проект. Все рабочие места за предпринимателями, которые сейчас там трудятся, сохранятся. БСП Инвест Плюс уже перечислила на счет администрации 20 миллионов рублей в качестве оплаты за все эти вещи. Устраивают ли тебя на первый взгляд все эти условия? И есть ли надежда, что действительно будет все так, как сейчас заявляется и озвучивается? Ну, пока мы не можем знать, что там будет в конечном счете. То есть там есть большие претензии по тому, что изрядная доля земли муниципальной уйдет частнику. Да, и что будет на этой земле тоже пока еще узнаем не скоро, как ты уже сказал. Но, если и, собственно, тоже писал колонку на этот счет, если просто рассматривать рынок как факт реальности, понятно, что в сегодняшнем его состоянии, замороженном на два десятилетия, рынок существовать уже не может. Да, то есть это уже такая архаика. При этом есть всемирные рынки, я был на одном, всемирно известные рынки, на одном из таких был два года назад, это Гранд Базар в Стамбуле, да, рынок площадью нескольких квадратных километров, со множеством внутренних улочек и так далее, то есть всемирно известный рынок. Но он все-таки международный характер, классика, не местечковый. Да, да, он представляет собой такую реликвию и представляет интерес для туристов, это просто, ну, плохо тот турист, который съездит в Стамбул, не побывает на Гранд Базаре и не поторгуется, там, попытавшись снизить цену в два раза на какой-нибудь товар, да, то кировский рынок, он все-таки не является собой такой исторической какой-то ценностью, и торговаться, ну, принято, но не настолько, да, и товары там, в общем, те, которые можно найти в любом другом месте, в стоке, в супермаркете, в каком-нибудь фирменном, не фирменном магазине, и цены уже сравнялись, в общем-то. Поэтому я не вижу там насущной необходимости с точки зрения потребителя. Насущной необходимости вот в рынке, как он сегодня существует, вот эти какие-то убогие навесики, на случай дождей, на случай снега, да, продавцы, которые там ходят с кофе, греются в морозы, в лед и в жару. Вот к чему все это, зачем все это на сегодняшний день? Понятно, что это была насущная необходимость в 90-е годы, когда вообще торговля только еще становилась на ноги. Но сегодня все-таки нужно уже переходить к более цивилизованным формам торговли, на мой взгляд. Люди, которые защищают рынок, скорее, это люди, которые защищают тех, кто торгует на рынке сегодня, они говорят, что вот ездят люди из районов, все-таки покупают в центральном рынке, ну, на самом деле у меня большие вопросы. Второй аргумент, что вместо того, чтобы поддерживать местного производителя, мы начинаем его гнобить, но товары местного производства, если вот отринуть продукты питания, если отринуть тех, кто там по периметру торгует тем, что произвел сам, да, а оставить вот тот шерпотреб, который занимает изрядную долю рынка, то это не товары местных производителей, и далеко не товары, это все равно Китай, Вьетнам, Турция, даже меха, доля мехов местного производства, которое там торгуется, очень велика, и большинство производителей каких-то меховых изделий, вятских именно, они уже давно перешли на, ну, создали какие-то свои площади, свои магазинчики, и торгуют через фирменные магазины, это, ну, как-то респектабельнее на улице мехами торговать, и без возможности потом сдать эти меха обратно, там, если вдруг, не дай бог, брак, или что-то еще, это, конечно, ну, они слишком дорого сейчас стоят. По-моему, правила эти потребительские, покупательские, распотребнадзоры, за которыми они существуют в любой торговой точке. Это да, но представь себе место на рынке или, там, фирменный магазин, да, есть разница в ответственности, в степени ответственности тоже. Поэтому, а что делается с парковками на рынке, на центральном, да, где, ну, попробуй припарковаться, что называется, по периметру, и с этим надо что-то делать. Поэтому изменения нужны, нужно вменяемое соглашение. Есть, насколько я вот сейчас слышал, все-таки это достаточно серьезно, ну, серьезно имеется в виду, обладающие средствами компания. Да, понятно, что создана компания местная, там, в январе, БСП Инвест Плюс. Полтора миллиарда, полтора миллиарда рублей, собственно, цена вопроса. Но за ней стоят люди, там, в Москве, которые собираются действительно какие-то средства инвестировать. У них есть свой коммерческий интерес, безусловно, то есть им нужны торговые центры, торговые площади в центре города, земля в центре города. Это интересно, безусловно. Особенно в кризисное время, если они на это решаются, наверное, они хотят это отбить и в какие-то отменяемые сроки, то есть коммерческий интерес на лицо присутствует. Если придется, удастся прийти к договоренности, что все-таки торговые места для тех, кто сейчас работает на рынке, сохранятся, это будут цивилизованные торговые места, не под открытым небом, с нормальными примерочными, с парковками для посетителей, но это будет только в плюс. Если будет там нормальный фудкорт, а не какие-то забегаловки, да, тоже очень хорошо. То есть нужно делать цивилизованный рынок. А вот то, что касается продажи товаров местных производителей, это должны быть все-таки, на мой взгляд, опять же, у нас пока еще не очень прижилась ярмарка на театральной площади, но это должны быть ярмарки по месту жительства, их должно быть немало. Они должны созываться на определенное время, понятное время, с определенной периодичностью, там перекрывается, может быть, даже улица, ну, во многих райцентрах так делается, на самом деле, где нет специальных рыночных площадей, перекрывается улица, приезжают торговцы, расставляют палатки, там веселье, это праздник, да, там, в ходе того, что могут выступать какие-то самостийные артисты и устраивать представления, вот, та ярмарка, какой она была в стародавние времена, купеческая ярмарка, то есть возобновить эту традицию, это можно, да, и для местных производителей, или и производителей продуктов питания, и ремесленников, это будет, ну, вот такой способ себя показать, других посмотреть, то есть, если это войдет в традицию, это будет совершенно другой уже подход к торговле, местной торговле. Ну, как известно, предприниматели, работающие на рынке, они протестные, довольно-таки негативно настроены, да, по поводу этой всей реконструкции. И это правильно, но я ни разу не слышал. Год, два, три, эти акции протеста будут продолжаться все время, или, может быть, все-таки администрации стоит как-то усилить, расширить информационную и разъяснительную работу, что ли, среди этих предпринимателей, показывать буквально... Я думаю, что там еще велика, там, политическая, кроме чистой экономики, велика политическая составляющая, то есть, есть группы людей, лица, которым интересно раскачивать эту лодку и подогревать, за счет отсутствия, да, необходимой информации, подогревать вот эту вот ситуацию, подогревать споры, выходить с пакетами, с митингами, то есть, всегда, там, где есть какой-то маломальский негатив, его можно расширить, углубить и использовать с какой-то своей целью. Здесь, да, мэрии необходимо проводить широкую разъяснительную кампанию. Но, как показывает практика, вот помнишь, как было с фондом капремонта? Ведь разъяснительная кампания, ни шатка, ни валка, ну, там, год шла. До тех пор, пока люди квитанции не получили на руки, никаких действий-то активных, там, протестных не было, да, все было, там, спокойно достаточно, в ЗАГС-собрании, ну, подискутировали, приняли этот закон, 7 рублей с квадратного метра, 7,20. А потом люди получили квитанции на руки, и началось, да, и депутаты тут же, а мы тут ни при чем, это принимала, там, Единая Россия в большинстве, а на самом деле Государственная Дума принимала. Виновны оказались рядовые чиновники, которые теперь поставили в необходимость собирать все, но надо, да, капитально ремонтировать дома надо, а у нас идет такой протест, подогреваемый теми же, кто, собственно, сидит в органах законодательной власти и принимает эти законы. Ну, вот, парадокс, и здесь необходима, конечно, информационная кампания, но я не думаю, что она много принесет. С другой стороны, о чем я хотел сказать, я не видел акции протеста потребителей, покупателей, то есть сейчас есть акции протеста тех, кто торгует на центральном рынке, да, Андрей Николаевич Мобилов, уполномоченный по принимателю, говорил о том, что собирались там подписи, ну, подписи собирались, порядка трех тысяч, да, те, кто туда приходят, покупают, вот они подписываются. И здесь возникает вопрос, вот представь себе, что центрального рынка не стало. Сильно ли, серьезно ли это ударит по потребителям города Кирова, Кировской области? Вот, я не знаю, надо на эту тему исследования проводить или нет, но было бы интересно, да, все-таки там обороты, наверное, немаленькие, а вот скоро там люди стоят, торгуют. Вот, на чего лишатся потребители, если центрального рынка, предположим, на какое-то время, на время реконструкции хотя бы не станет. И если его перенесут в Ганино, кто туда поедет? Скорее всего, я предполагаю, опять же, что действительно есть какая-то определенная группа людей из районов, которые по традиции ездят на центральный рынок. Вот, есть люди, которые живут по периферии и тоже ходят туда за продуктами питания, за фруктами, овощами и так далее. Но сейчас, на сегодняшний день, есть масса возможностей приобретать те же самые товары под тем же ценом и, может быть, даже чуть более приличного качества уже в других местах. Вот эти общественные слушания, которые обещают нам устроить по факту уже, да, изготовления этого проекта конкретного, насколько они будут, на твой взгляд, интересны горожанам? И, ну, это ведь такая уже хитрость получается. Инвестор уже вложил деньги, подготовил проект. Насколько можно будет повлиять, изменить что-то в этом проекте? Ну, какие-то вещи можно будет нивелировать. Ты помнишь, тоже, как было с проектом строительства терраспорта у Дворца пионеров, да, когда все согласовали, опять же, случай тот же самый. Пока не начались нулевые работы на строительстве, все было тихо, гладко, вроде бы была пресс-конференция и не одна, и разъяснялось, что там будет и так далее. Ну, началось строительство, и началась волна протеста, тоже подхваченная некоторыми политическими силами, в том числе, но и граждане-жители этого микрорайона в первую очередь начали выступать. Тоже постфактум узнали, и инвестор вынужден был пойти на кое-какие уступки, что мы сделаем благоустройство, мы будем заливать каток, мы будем делать то и другое и третье, потому что мы уже вложили деньги, и для нас менее затратно будет дополнительно идти на соглашение и вкладывать какие-то дополнительные средства для того, чтобы решить, снять эту волну, накал протеста, чем отказываться... Либо жечь мосты и уходить. Да, и здесь, опять же, может получиться так, что если эта волна протеста будет очень сильной, и мы на входе не можем знать, какой она будет, и кто... Вот почему я спрашиваю, интересно было бы узнать мнение потребителей, потому что это самая серьезная сила, которая может развернуть вспять этот процесс. И вот если бы знать заранее, насколько она может быть сильна потом, то можно было бы либо отказаться, либо перекроить на сегодняшний день, отсрочить, куда-то отложить. А здесь я думаю, что инвестор будет вынужден договариваться и с теми, кто торгует сегодня на центральном рынке, для того, чтобы проект свой реализовать, для того, чтобы получить возможность отбить эти деньги в дальнейшем. Хотел бы сейчас перейти к теме преобразования в городской администрации. По-моему, в прошлый раз мы говорили про появление отделов в борьбе с коррупцией, о чем сообщил глава администрации Александр Перескоков на последнем заседании. Гордумы он озвучил еще планы и по созданию отдела по работе с обращениями граждан в связи с важностью и значимостью регулирования данных вопросов. Словам главы администрации, появление нового органа обеспечит своевременное и качественное выполнение обращений. Кроме того, отдел будет оказывать организационно-аналитическую помощь. Самое пристальное внимание данному направлению уделяется органами прокуратуры. Только в прошлом году в администрацию поступило почти полсотни представлений прокуратуры по ненадлежащему рассмотрению обращений граждан. Вот появление такого отдела. Качественнее будет работать. Общая норма правил нам известна. Я вообще не понимаю для чего. Честно говоря, хотелось бы услышать разъяснение по этому поводу. Я считаю, что достаточно тех отделов. В первую очередь с гражданами должны работать те управления. Это те, кто работают на местах, ответственные за район и за то, что происходит в районе. И здесь намного важнее. Понятно, нужно вовремя в сроки указанные ответить гражданину, причем ответить по существу. Месяц. Но что изменится, если будут отвечать органы вовремя, согласно регламентам административным, которые у них есть. Но сути не изменится. Ответ основной будет денег, извините, денег нет. Решить вашу проблему при данном бюджете не можем. То есть вопрос все равно, мне кажется, может быть я плохо знаю структуру обращений, может быть это обращение не требующее каких-то вливаний средств, но на мой взгляд нужно еще наполнять исполнение этих обращений какими-то дополнительными вливаниями и финансовыми в том числе. А создавать отдел, ну я не знаю, зачем. То есть есть масса технических средств на сегодняшний день. Можно обращение принимать через интернет, посредством интернета, через специальные, и на сайте гороадминистрации есть такие возможности. Оперативно это рассылать соответствующим службам и требовать с них, чтобы они отвечали. Ну это помимо терра управления, это отделы в гороадминистрации, это различные службы, подразделения, которые действуют самостоятельно, юридические лица, которые действуют под городской администрацией просто заставить их выполнять регламенты. Вот и все. Создавать отдельный специальный отдел по работе с обращением граждан. Сверху, конечно, может быть виднее, но вот я не чувствую такой острой нужды и необходимости. Да, для отчетов прокуратуры, может быть, изменит ли это, собственно, как это сказать, качество исполнения нужды чаяния граждан, не уверен. Ну, то есть, это скорее сделано как раз не для обычных граждан, а для прокуратуры, чтобы прокуратура не шпыняла лишний раз, не отвлекала свои силы и внимания на работу. То есть, чиновники создают дополнительную структуру для того, чтобы бороться с другими чиновниками, федеральными. А гражданам-то от этого что? Олег Прохоренков, студия особого мнения, главный редактор газеты «Бизнес-новости». У нас еще есть немного времени до пьерыва. Хотел бы я перейти к теме оптимизации или повышения адресности льгот, что у нас происходит в последнее время. Все мы знаем, что с 1 марта у нас изменилось правило предоставления льготного проезда. И вот очередная ласточка, если можно так назвать ее. В первом чтении областное ЗАГСобрание 26 марта приняло проект закона о социальной поддержке семей, имеющих детей. Много там было выступлений. В качестве основного спикера выступал глава департамента социального развития Кировской области Кирилл Лебедев. Он пояснил, что данный проект закона разработан на целях оптимизации мер социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости. По его словам, в законопроекте объединены все меры соцподдержки. Это ежезмечительное пособие на ребенка до достижения возраста 16 лет, ну и так далее, и тому подобное. Опять вызвал огромную бурю эмоций и негодование у тебя. Мне самому пришлось через это пройти, что касается проезда школьников. И хочу сказать следующее. У меня вызывает до сих пор непонимание и какой-то большой негатив, если мягко сказать, сама система сбора документов. Потому что необходимо, как правило, особенно при первичном обращении, а большинство людей, которые сейчас пойдут, это первичное обращение, нужно собрать копии паспортов того-другого, в паспортный стол, за справкой с места жительства, в учебное заведение справку получить и так далее. То есть 10 инстанций можно пройти, собрать справки, подать документы. Вот для чего создается эта махина информационное общество, МФЦ и прочее, если я каждый раз должен задействовать ксерокс и ксерить свой паспорт. Да е-мое, есть уже идентификационные номера налогоплательщика и так далее, и так далее. То есть создайте систему, при котором гражданину не нужно будет ходить и собирать самому все эти документы. Они у вас все есть в наличии, в базе. Объедините вы свои базы, наконец-то. Сделайте возможность запросов быстрых ответов из налоговой инспекции, из паспортного стола, из системы оплаты услуг ЖКХ, из РИЦа. То есть это все работа не стоит выеденного яйца. Но почему-то должны сами граждане ходить, собирать эти справки, ксерокопировать в сотый, тысячный раз эти документы, нести все это, занимать очередь. Но зачем? Вот я этого не могу понять. То есть все бы хорошо, если бы это делалось. Послал заявку, отксерокопировал необходимые пару документов, не 10 документов. Отправил, получил льготу. То есть я понимаю, опять же, что это при таком подходе количество обращающихся увеличится, и отчисления из бюджета, но не будет негатива. То есть людям будет проще, доступнее, если они нуждаются, взять справку с места работы о доходах, принести эту справку, а все остальные документы у вас, извините, уже есть. Гораздо упростится процедурно. Ну а по сути предлагаемых изменений? По сути предлагаемых изменений, я думаю, что тут всем все понятно. Есть необходимость порезать бюджетные расходы. У нас расходы на разного рода льготы, социальные выплаты, пенсии, пособия по нетрудоспособности, по инвалидности, они огромны в структуре бюджетных расходов. И если сейчас сделать, один из шагов сделать адресным это оказание помощи, некоторые просто не будут обращаться, даже если они нуждаются, потому что награды, другие не будут обращаться, потому что у них доходы позволяют, даже двое-трое детей на доходы позволяют, и они безболезненно могут оплачивать своим детям все необходимое, то, что раньше льготировалось. То есть на сегодняшний день есть потребность у государства уменьшить расходы на социально незащищенные категории граждан, на льготы, и придуман механизм, когда лишь по обращению ты можешь их получить. Ну, я напомню, мы говорили на эту тему на прошлой неделе с вице-спикером ЗАГСобрания, Михаилом Курашиным, он, кстати, один из разработчиков этого законопроекта, он сказал, что до середины апреля еще в ЗАГСобрании принимают предложения от жителей города, области, может быть, корректировки какие-то будут еще вот этого закона о социальной поддержке детей с семьей с детьми. У нас сейчас небольшой перерыв, после которого продолжится особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» Олега Прохоренко. Особое мнение на 101FM. Продолжается особое мнение, сегодня это особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» Олега Прохоренко. Несколько минут назад мы говорили о детях, вот у меня глаз зацепился, что называется, за новость. Здесь на сайте хакиров.ру городадминистрация собирает предложения о том, где нельзя находиться детям до 16 лет без сопровождения взрослых в ночное время. Эти предложения можно отправлять в городадминистрацию до 12 мая. Молодая гвардия, 74, кабинет 28, вернее. Есть у нас сейчас комендантский час, как известно, в зимнее время, это с 10 вечера до 6 утра. Нельзя находиться, вернее, ребенку до 16 лет без сопровождения взрослых, в том числе на улице, в том числе в развлекательных каких-то заведениях. Вот расширять список мест. Помнится, мне в прошлом году прокуратура областная предлагала вообще запретить где бы то ни было появляться несовершеннолетним до 18 лет. Одним без родителей или с родителями? Да, до 18 лет. Вообще. Вообще никак. Прокуратура это мотивировала тем, что слишком много у нас преступлений стало в последнее время среди несовершеннолетних. Вот это я не могу принять как аргумент, потому что, когда дети с родителями находятся где-то, где-либо, в походе, например, или там выехали в торговый центр для того, чтобы закупиться продуктами и задержались там слишком долго, но они с родителями, да? Есть ли у нас круглосуточные торговые центры? Ну, не круглосуточные, из 2 часов до 11 есть, которые торгуют, и вполне почему нельзя детям там находиться? Другое дело, заведения, где выпивают, или там заведения, где есть... Ну, программа 18+, так скажем, да? Шоу-программа, возможно. Вообще нормальное состояние, когда ребенок в вечернее, позднее и вечернее ночное время находится с родителями. Будь то дом, там, в автомобиле, на природе, но с родителями. Да, если ребенок один без родителей, там, до определенного возраста и после определенного времени, понятно, что родители должны отвечать за такое поведение, как минимум писать объяснительное, почему так произошло, может быть, ребенок сам сбежал, а ты его разыскивал. Но в большей темасе это значит, что ребенок предоставлен был сам себе, вышел либо какой-то конфликт, либо ты не уследил и так далее и тому подобное. То есть ты обязан отвечать за жизнь своего ребенка. И нужно, ну, по отношению к родителям, наверное, нужно не то, что ужесточать наказание, просто читал интересную тут статью врача из Латвии, врача-педиатра, который говорит, что родители... Натвия недалеко ушла от нас, надо понимать, что родители вообще безбашенные. То есть он врач-педиатр, он сталкивается с разными... Ну, дети травятся, там, рассказывал случай просто... В общем, недосмотр. По недосмотру родителей травятся и уксусом, потому что родитель нанял бутылку из-под кококолы уксус, ребенок вывел и все, или там кротом каким-нибудь, да, который он прочищает канализацию. В принципе, вот таких случаев недогляда родительского, и что родители на сегодняшний день, ну, сами инфантильны очень, и не могут за себя-то отвечать, не то, что за жизнь несовершеннолетнего. То есть в данном случае, наверное, нужно ужесточать какие-то там меры, и, по крайней мере, чтобы до каждого доходило, что ты будешь отвечать, если ты за своим ребенком не досмотрел. Да, но в нормальном обществе зачем это делать? То есть каждый родитель, по идее, должен отвечать сам за жизнь своего ребенка и осознавать, что ночью с ребенком в ресторане, кафе, баре делать нечего. Что тем более уж отпускать его одного или с компанией, с группой ребят других на улицу ночью нельзя. В общем, дело-то вовсе не в этих временных и ограничениях в местах. Надо воспитывать родителей, это как мера воспитания родителей. Но вопрос лишь в том, насколько она будет... То есть пока низовые структуры, которые следят за этим, этим будут заниматься, отслеживать и действительно доставлять детей домой и выписывать штрафы, это будет работать. А принять закон и не следить за его исполнением, ну, все останется ровно так же, как и было. Ничего, собственно, не изменится. Ну да, уже сточили мы законы, читали, что-то проделали. Но вот как было с пивной бутылкой, да, какое-то время определенное там... Следили очень тщательно, несмотря на невеликую сумму штрафа, все равно привлечено было достаточно большое количество людей. И собираемость была хорошая, потому что была поставлена задача. Была целенаправленная кампания, потому что бы увезти открытую пивную бутылку с улиц, еженедельно были отчеты и так далее. Сейчас эта кампания прекращена. И какой-то... Сейчас уже просто на улице с пивом редко встретишь, но летом посмотрим. Я не уверен, что не вернется процесс обратно, и что в парках снова не будут молодые люди сидеть попивать пиво. Именно потому что мы как-то живем кампаниями, а надо жить... И второе, у нас есть такое отношение пиететное к государству, что есть закон, и есть полицейские, которые должны следить за исполнением этого закона и наказывать. Остальных не касается. Если я вижу молодого человека, который выпивает бутылку пива, ну пусть выпивает. Я же не побегу в полицию сообщать, или не буду же ему на мозги капать. А вдруг он этой бутылкой пива сейчас мне хвостнёт в голове. И пока вот этого сознания не будет, что закон это пишется еще и для того, чтобы граждане сами могли донести до тех, кто их нарушает, а не только надеяться, что будет участковый, который будет следить за всем этим. Но не хватит участковых на всех, не хватит полицейских на всех. Надо само общество избавляться. И если родитель куда-то пришел с детьми, то должны подойти другие родители и сказать, извини, времени уже столько, что ты давай-ка домой со своими ребятами. Никакие это контрольные надзорные органы должны быть. Это должно быть само общество. Перед тобой сейчас лежит на столе свежий газет «Бизнес-Новости». Я вспоминаю предпоследний номер, где за главной темой было оправдание фигурантов дела о купле-продаже акции уржунского СВЗ. И Олега Юрьевича Березина была фотография, размещенная на главной странице. Я хочу спросить, в первую очередь, да, все-таки закономерный журналист, журналистский вопрос. Пытаетесь добиться эксклюзивного интервью у кого-то среди оправданных? Ну, это сложно. Да, попытки такие есть, скрывать не буду. Дело в том, что Олег Юрьевич интервью вообще не дает принципиально. Я не видел ни разу, чтобы было какое-то живое интервью. Однажды в наблюдателе было интервью, но и то есть вопросы, как оно готовилось. Да, и были ли ответы самого Олега Юрьевича или людей, которые к нему близки. То же самое по остальным фигурантам. Я очень давно говорил насчет интервью, предположим, с Владимиром Петровичем Сосолятиным, но пока вот там в силу определенных причин, пока непонятно, что там с апелляцией, у нас этот разговор откладывается. То есть после этого суда еще нужно подождать определенное время, будет ли там подана либо прокуратура, либо стороной защиты какая-то жалоба в суд более высокой инстанции, и не будет ли пересмотра дела. Поэтому вот этого опасаются как раз, я думаю, все, кто сейчас оправданным судом и получили право на реабилитацию. Но что будет дальше, пока большой вопрос. — Ты с каким настроением воспринял это решение Октябрьского военного суда? — Я думаю, что решение закономерное. — Судя Дениска, фамилия Скоробогатых. — Да, я считаю, что действительно дело было несколько надуманным, точнее даже инициированным сверху. Все мы помним, там памятный переброс репликами главы Следственного комитета и руководителя управления Следственного комитета по Кировской области о том, что если там украли, надо разобраться и посадить виновных. И начали разбираться и искать виновных. А когда в суде и свидетели защиты, и даже свидетели со стороны обвинения, большую их часть сказали, что ущерба нет для Кировской области, что цена была адекватная и даже чуть-чуть завышенная, а коль скоро нет ущерба, говорить о каком-то там взаимосвязи пяти фигурантов между собой, что они договаривались и в результате продали по завышенной цене, да еще и в кризисное время. В общем, само по себе дело, если бы не было этой политической подоплеки, которая, я не исключаю, имела еще и экономическую какую-то подоплеку, потому что разговоров было много о том, что и слухов запускалось много о том, что вот «Глобус» продается на магазины и так далее. То есть это все ходило в народе не раз. Кто был источником этих слухов, врать не буду, но люди, которые компетентны, они говорили о том, что не исключена возможность экономического интереса определенных коммерческих федеральных структур для того, чтобы подобрать по, естественно, сниженной стоимости либо в жумские СВЗ, либо в сеть магазинов «Глобус», потому что это очень лаковый кусочек, да, и сейчас можно нажать при помощи каких-то своих рычагов и снизить стоимость этой сделки. Поэтому я не исключаю возможности. Возможно, что там совпали и политические какие-то вещи, и экономические интересы, но, слава Богу, это дело завершилось. Я молюсь на то, вот честно, чтобы у нас все-таки эта торговая сеть сохранилась в городе и в области, там в нескольких городах она представлена, только по той причине хотя бы, что это возможность для местных товаропроизводителей хоть какая-то реализовывать свою продукцию, потому что не будет «Глобуса» противостоять федеральным крупным сетям торговым, будет просто некому. Мелкие магазинчики и ларьки их так или иначе выдавят с торгового рынка, и это уже происходит. То есть, разговаривая с руководителями других, более маленьких торговых сетей, я прихожу к выводу, что действительно им бодаться, противостоять федералам крайне сложно. Поэтому я воспринял очень позитивно эту новость. Я, честно говоря, ожидал такого исхода. Было бы странно, если бы действительно людей наказали за преступление, которое вымышлено. Я хотел бы сейчас отправиться за пределы нашей области, вообще за пределы нашей страны. Очень понравилась мне эта новость, потому что считаю я, что здоровый в психическом и физическом отношении мужчина, да и женщина тоже должны работать. Вот новость из Белоруссии. В Белоруссии президент, собственно, страны Александр Григорьевич подписал декрет о предупреждении социального иждивенчества, согласно которому люди, которые официально не работали полгода, должны платить специальные сборы в размере 260 долларов. Уж не знаю, откуда взялась эта цифра, но в перевозе на российские рубли по нынешнему курсу это сейчас 15 тысяч практически. Нужно ли нечто подобное в России у нас вводить? Вот я нашел лишь данные за апрель 2013 года, более свежих не удалось отыскать. Это данные Минтруда о том, что в России не работает четверть трудоспособного населения. Они здоровые, они нормальные, они инвалиды, ничего. Мы в редакции обсуждали эту тему и пришли к выводу, я считаю, по крайней мере, не буду за всех говорить, считаю, что вот эти 25 неработающих процентов трудоспособного населения, это глупость полная, понятно, что это люди работают, в Кировской области даже чуть выше процентов. Но работают нелегально. Но работают в черном, нелегально. И было же предложение, много раз его обсуждали, Лев Александрович Казаковцев сам здесь был, он предлагал увеличить кратно штрафы за нелегальное предпринимательство. Но в Государственной Думе не прошла его инициатива, ее отклонили. Это то, что принято в Белоруссии, можно сказать, альтернатива этой инициативе. Понятно, что на сегодняшний день в России, наверное, тунеядцев не так много. То есть люди как-то мало-мальски все-таки работают, зарабатывают себе на жизнь. Вопрос, как они это делают и насколько они легальны. Ой, сводки вот эти постоянно читаешь, такой-то неработающий, пьющий и так далее, я бы сказал, что их, наверное, довольно-таки много. Ну вот, значит, они должны жить за счет чего-то. Как правило, это пособие по потере трудоспособности, например. Это люди-инвалиды, и их нельзя отнести к числу трудоспособного населения. Как фактор борьбы, то есть не закон, а тунеядство, и борьба с тунеядцами теми, кто осознанно не хочет работать, а как фактор выявления нелегально работающих, да, наверное, это такой хороший вариант. То есть человек просто для себя прикинет, надо ли ему платить вот эти штрафы, или, может быть, все-таки показать свои доходы. Видимо, каждые полгода в Белоруссии надо будет платить этот штраф по 260 долларов. Ну, лишь бы не каждый месяц, потому что там все-таки уровень доходов намного ниже, чем в России, и это очень существенная сумма. Меня удивило в Норвегии, когда я был, там тоже крайне низкая была, в провинции, в которой я был, очень низкая ставка, вернее, вот эта доля безработицы, сейчас уже могу наврать, сколько там процентов. И когда я ходил в службу по бюро трудоустройства местной службы занятости, то мне сказали, что, в общем, это те люди, которые не хотят работать. То есть те, кто хотят, там всегда работу себя найдут. И, как правило, такого не бывает, чтобы кто-то, человек, потерявший работу, долгое время сидел без нее. Вот у нас немножко ситуация другая. То есть человек может годами, десятилетиями сидеть без работы официально, но все равно он будет где-то приторговывать чем-то, где-то будет там огородик свой разводить. Все равно какой-то приработок у него есть. Завершается на этом особое мнение. И сегодня это особое Олега Прохоленко. Особое мнение Олега Прохоленко, главного редактора газеты «Бизнес-новости». Сейчас у нас, собственно, новости в нашем эфире. Я, Владимир Сметанин, прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До свидания всем.